В эфире телеканал ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Вырастил, продал и здесь же разрешал курить. Полицейские задержали жителя города Кизляр, содержавшего наркопритон у себя в квартире. Особо охраняемая территория. Именно такой статус теперь у озера Агель. Соответствующее постановление подписал Салман Дадаев. Юмор детей и гор оказался на высоте. Дагестанская команда выиграла Международный фестиваль детских команд КВН. Сотрудники МВД Дагестана выявили факт организации притона для потребления наркотических средств в Кизляре. Полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который в съемной квартире содержал наркопритон. Наркотики для потребления он выращивал сам, оборудовав для этого лабораторию здесь же. В ходе обыска оперативники обнаружили марихуану весом 117 граммов и 24 куста культивированной конопли. Здесь же сотрудники задержали трех граждан, которые в это время находились в притоне. Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Власти Махачкалы продолжают успешную работу по возвращению в городскую собственность незаконно выведенных земель. Так, администрация города совместно с прокуратурой обратилась в Ленинский районный суд столицы с исковым заявлением о возврате в муниципальную собственность земельных участков общей площадью 10 тысяч квадратных метров, расположенных в районе озера Айгель. Суд за очным решением удовлетворил исковые заявления. Мэр города Салман Дадаев подписал постановление о придании озеру Айгель и прилегающей прибрежной территории статуса особо охраняемой территории. Правительство Дагестана перечислило 50 миллионов рублей в фонд помощи семьям погибших военнослужащих все вместе. Премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов 21 сентября подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Кабмина 50 миллионов рублей региональному социальному фонду в целях оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Отметим, что фонд создан в апреле текущего года по поручению главы республики Сергея Меликова. Новая партия гуманитарной помощи для Крыма. Каспийское отделение партии «Единая Россия» организовало отправку гуманитарной помощи в город Армянск. В груз вошло около трех тонн продовольствия. Это разного вида крупы, мясные, рыбные консервы, подсолнечное масло и многое другое. Следующую партию гуманитарки каспийчане планируют отправить уже через неделю. Мы вполне осознаем, в какой ситуации гадали наши братья и сестры в данное время. Поэтому ни дня не будет такого, чтобы мы отстали от этих проблем. Мы будем и дальше помогать, и не уставать помогать нашим братьям. Дагестанская сборная КВН выиграла 11-й международный фестиваль детских команд клуба «Веселых и находчивых». В конкурсе приняли участие 145 команд со всей страны, а еще из Донецкой Народной Республики, Белоруссии и Казахстана. Целых семь дней юные юмористы не только соревновались, но и учились, узнавали новые, посещали мастер-классы и пробовали себя в роли стендаперов. Теперь, благодаря победе, они смогут принять участие в телевизионном проекте. Подробности в сюжете нашего корреспондента Патимат Ханаповой. Яркие, энергичные, смелые и такие разные. Эти ребята покорили жюри престижного творческого конкурса. Команда КВН «Дети гор» вернулась из Анапы с Гран-при. Дорогие друзья, Гран-при фестиваля у нас завоевала команда «Дети гор». Большая конкуренция, около 150 команд со всей России. Ребята привезли с Черного моря не только памятные призы, дипломы и кубки. По итогам конкурса «Дети гор» пригласили поучаствовать в телевизионной лиге «Детский КВН» в Москве. Поэтому впереди у ребят упорные репетиции. Приступили они к ним сразу по прибытии на родину. С наплывом туристов! В Дагестане можно встретить вот такого гида. Так, с вами был груз, маль, нельзя. Который убери? Это еще почему? Ну вы потом эти фотки кому-нибудь покажете, и к нам больше никто не прыгнул. Начнем экскурсию. Вот это на Хачкалинске вода падает. Где? Сейчас эта туча поближе подходит, подожди чуть-чуть. Это же дождь назой. Мальчик, подойдите сюда. Дождь – это вода? Вода. Она падает? Падает. Вода, вот и получается. КВН, он очень сильно развивает. Я сам занимаюсь КВНом уже 18 лет. Из них вырастают еще такие авторы. Вот в команде КВН не по-детски очень много авторов выросло, и ребята сейчас непосредственно стараются писать и для младшей сборной, для команды КВН «Дети Горь». КВН, признаются ребята, в их жизни занимает особое место. Он научил их многому и сумел раскрыть сильные стороны каждого участника. Капитан команды Исмаил Джафаров играет в кубе веселых и находчивых вот уже шестой год. Признается, за это время он сильно прибавил творческим. Я узнал много о себе, у меня появилась моя артистичность, я открылся, открылся людям, могу себя комфортно чувствовать в обществе людей, так и как и все в этой находящейся комнате. Много всего он открыл мне, так сказать, путь в жизнь. Конечно, мы были в многих городах, даже были за границей, даже несколько раз две команды побывали у нас за границей, в прекрасном городе Баку. Одна команда стала вице-чемпионами, другая команда заняла третье место. А самому юному участнику команды Исрапилу хватило и полугода. Чтобы раскрыть себя, он уже дважды получил награду за лучшую актерскую игру, но скромно о них умалчивает. Зато кучеряшки свои оценивает по достоинству. Гран-при – это не единственная награда ребят. Кубки в кабинете говорят сами за себя, возможно, именно за этими ребятами будущее дагестанского юмора. А пока они репетируют свои сцены в скромном помещении, надеясь только на себя и финансовую помощь родителей. И других спонсоров у команды «Дети гор» к сожалению, пока нет. Все оплачивают родители, даже наши поездки оплачивают родители. На самом деле это колоссальные деньги уходят у родителей на поездки, на реквизит, на какие-то там вспомогательные помощи авторов, на элементарные в дороге, элементарно просто поесть детям. На тот же самый проезд, на тот же самый автобус. И поэтому очень жалко, что никто нас не поддерживает. По тему Тханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Русский язык – язык межнационального общения. На эту тему в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова состоялась международная конференция. Представители власти, ученые, эксперты и студенты обсудили вопрос развития и распространения современного русского языка. По видеосвязи к конференции также подключилось посольство России в Замбии. Их представитель рассказал об опыте изучения русского языка в африканской стране. Мероприятие было проведено Дагестанским гуманитарным институтом по заказу Миннация Республики. Мы еще и еще раз говорим о русском языке именно как о языке межнационального общения. Мы говорим о сохранении, о развитии этого языка. Но при этом мы должны обязательно говорить о том, чтобы русский язык не стал причиной исчезновения родных языков. Мы должны сделать все для того, чтобы они развивались вместе. И более того, русский язык помогал в том числе и сохранить, и довести наши великолепные родные языки до всей планеты. Я уже отметил в своем выступлении, что ведущие вузы, лингвовузы чьей-то страны открывают свои кафедры в этих странах, в Китае, Индии, Пакистане и так далее. Это говорит о том, что он востребован, он развивается, он распространяется. А что касается Дагестанского гуманитарного института, то у нас есть направление подготовки лингвистика, где мы готовим специалистов. Дальше у нас обучаются более 40 студентов-иностранцев. Естественно, языком обучения являются русские языки. Это очень считаю важным. И мы считаем, что проведя эту конференцию, мы достигли той цели, которую мы поставили, для популяризации, развития, распространения языка. И к новостям о спорте. Махачкалинская «Динамо» примет родину. В матче 11-го тура первой лиги клуб из Дагестана в родных стенах сыграет против московской родины. Встреча состоится в ближайшее воскресенье 25 сентября. К этой игре «Динамо» подходит с беспроигрышной серией из 7 матчей. Команда набрала в чемпионате 17 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. Родина с 7 очками идет на 16-м месте. Начало матча 18 часов. Вход для болельщиков будет свободным. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях. И до следующих встреч в эфире. Продолжение следует...